Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Kingdom Come Deliverance. Перед нами бета-версия, а сама игра претендует на лавры реалистичности. По сеттингу игра выполнена в средневековые времена и очень-очень качественно выполнена. На деле здесь open world, множество персонажей, которые с нами хотят пообщаться, открыто для любых разговоров, куча квестов, куча мест для изучения, и дикий восторг будет у любого человека, который любит средневековье. Конечно же, наверное, фанаты фэнтези будут расстроены, потому что фэнтези здесь никакого нету, а то это как бы уже привычно, да, если средневековье, то значит фэнтези. Нет, здесь без фэнтези все идет, здесь конкретно нам показывают средневековый быт со всеми своими особенностями. Давайте мы приступим к самой игре. Единственное, мне пока немножечко не понравилось, что нет локализации на русский язык. Пока что только английский язык здесь есть, но я думаю, что к релизу добавят и другие языки, в том числе и русский. Рассказывают нам сейчас, что полный беспредел творится в королевстве, варварство, насилие, жестокость, власти ничего поделать не могут. В общем, полная задница, и надо с этим безобразием что-то делать. Принепременно нужно как-то решать этот вопрос, как-то королевство на ноги ставить. Да еще и всякие убийцы мешают, которые резню устраивают в деревнях. Нужно, значит, нанять специального такого, так называемого, человека, средневекового детектива. Детектив, конечно, нельзя назвать, но... Пускай будет детектив средневековый. В общем, чтобы он расследовал резню в деревнях и нашел... Убийц. Согласитесь, вот... Вот именно в такой оболочке, с такой атмосферой веришь в то, что здесь все настоящее. Может, мне, конечно, так кажется, но действительно, ощущение, как будто здесь все натуральное. Говорит, быстрее, иначе бы в настоящем бою подохли давно. Говорит, давайте, поторапливайтесь. У тебя есть, говорит, прогресс в расследовании? Да, кое-какой есть. Ну, и сейчас они обсуждают этот прогресс. Мне этот чувак вот лысый чем-то пингвина напоминает в профиль. Ну, значит, есть такой мужик или женщина, которого зовут Вонючка. Это наводка такая. Кликуха, Вонючка. Поняли, да? Тут чем-то пахнет нехорошим. В общем, надо искать этого самого Вонючку теперь. Все, короче, на ушах стоят. И вот этот вот лысый мужик хочет, чтобы мы обязательно, обязательно выполнили это задание и нашли виновного во всех этих убийствах. Поэтому нам он говорит, типа, быть осторожными. И упускать нашего персонажа в свободное плавание. Все-таки как-никак перед нами Open World. Именно с этого момента этот самый Open World и наступает для нашего персонажа. Территория большая, открытая. Изучай, не хочу. Поездка на лошади реализована примерно так же, как в Ведьмачке. Ноги. Ноги, да. Ноги завезли. Движок CryEngine 3. Что еще могу сказать? Можно здесь переодеваться во вражескую одежду, амуницию. И заходить во вражеский тыл, собственно говоря. Концепция, как в Hitman. Прямо это очень сильно радует. Также можно прокачивать навыки. Прокачка осуществляется примерно как в играх Обливина Skyrim. То есть много бегаем. Прокачивается Атлетика. Тут как она называется, не знаю. Много разговариваем. Прокачивается Красноречие. И опять же, я тоже не знаю, как здесь называется этот навык. Не знаю, только не понимаю, что это за такие решеточки. Хе-хе. Как-то они не совсем вписываются в атмосферу Средневековья. Хе-хе. Ну ладно. Наверное, это такой условный барьер. Все-таки же перед нами бета-версия. Правильно? Как же тут круто. Хочется действительно наслаждаться игровым процессом. Погрузиться в игру. Играем на геймпаде. Играем на геймпаде. Хотя передо мной ПК-версия. На консолях, я думаю, скорее всего эта игра появится. Потому что спрос на нее будет особенный. Можно сюда в дебри в самое деревьев зайти. Да, слушайте, как же это круто. Растительность такая бешеная, что даже и не видать вообще, что здесь да как. Из-за огромного количества растительности. Конечно, опасно на лошадке по непротоптанной местности ходить. Какая красота. Может лошадь в канаву угодить, которую суслик какой-нибудь вырвал. Сломать себе ногу. Легко. Потом же лошадь после таких вещей на убой только пускать. Мне вот интересно, вот эти все просторы, которые мы сейчас с вами оглядываем. Можно ли их посетить? Вот допустим, добежать на лошадке примерно до туда. Давайте попробуем. Понять только пока, как бегает лошадь и будет хорошо. О! А нет, лошадь прыгает. А как она бегает? Такое щень, как будто лошадь то ли бодается, то ли что-то еще делает. В общем, чем-то занимается таким. Проработка здесь великолепная. Вот смотришь на все это и говоришь, да, действительно, я нахожусь в средневековье сейчас. Зачем эта штука? Что это такое? Я не понимаю. Представляете себе, какая тут каша во время дождя на дороге? Дичайшая просто. С лошадки пока слезать совсем не хочется даже. В общем, надо нам разговаривать с персонажами. Как-то надо их располагать к себе. По поводу расположения к себе. Если мы с кем-нибудь здесь подеремся и кого-нибудь убьем, то лучше с NPC не общаться, потому что с нами общаться-то и не захотят, наверное. Представляете себе, да? Подойдет к вам мужик, от которого пахнет кровью, и он сам весь в крови. Весь рваный, грязный, оборванный. Вы с ним, наверное, не захотите разговаривать. Точно так же NPC здесь не захотят разговаривать и с нашим персонажем, если он будет в крови. Поэтому одежку здесь лучше всегда менять вовремя. Можно отдыхать. Система отдыха здесь есть. Она примерно как в том же самом обливании с Карими. Это реально круто. То есть уже привычное управление, привычный сеттинг. Карта. Карта у нас вот типа того. Типа того. И я не совсем пока здесь разбираюсь в этой карте. Насколько она большая, я тоже вам не могу сказать. Но. Но. С уверенностью скажу то, что карта действительно здесь внушительных размеров, по идее, должна быть. А на деле кто же его там знает. По поводу коня. Конь пускай стоит. Конь пускай стоит. Все равно никого не трогает, каши не просит. А мы походим, посмотрим, что здесь да как. Пообщаемся с Надским. Крапива такая, блин. Слушайте, ребята, я эту игру люблю уже, я ее обожаю. Ой. Так, подожди. А ты можешь присесть? Ой. Лошадку можно позвать? Класс вообще. А присесть персонаж может? Да, может, слушайте. Крапива, ребята, блин. Как же это класс-то. Своё родное. Это он крапиву нарвал, да, получается? Нетл. Это крапивка. Вот не совсем понятно, что он себе кладет в карман. То ли он кладет себе в карман навоз, вот этот вот. То ли он к себе в карман крапиву кладет. Совсем не понимаю. Это как-то нелогично. Ладно. Поднимайся, давай, скорочек. Вот такой вот инвентарь. Достаточно... Понятный. Интуитивный, как это модно сейчас говорить. Квест айтемс. Нет, у нас сейчас пока ничего из этого. Да, нетл это крапива, действительно. Дальше. Дальше. Персонаж у нас вот такого уже достаточно прокаченного уровня. Комбат скиллс. Угу. Гербализмс. Гербализмс. Это как-то... У нас персонаж специализируется на травах, что ли? По идее, хорошо бы нашему персонажу прокачать взлом. Это очень полезный навык. Обычно. А почему пункт статистик недоступен? Не понимаю статистикс. Ладно. Также у нас здесь есть даже экипировка для лошади. Представляете себе? Можно лошадь даже экипировать. Прикольно получается так. Ну, говорю, как в ведьмачке прямо. И у лошадки тоже, как я понял, да, есть свои навыки. Что реально круто. По квестам. Сайт квесты. Главные квесты. Все, что только угодно. Все, что только захотите. Да, будем отслеживать это задание. Надо нам искать кого-то по кликухе вонючка. Только я не совсем понимаю, куда нам надо идти. В какое место. Потому что... Вот нас выпустили в Open World. И... Я тут заблудился. Короче, я тут просто заблудился. Есть еще менюшка крафтинг. Значит, здесь можно что-то крафтить. Но я пока что не знаю совершенно, что это может быть. О чем речь идет. Что это за амбар такой? Почему здесь никого нету? Это чьи-то владения? Скорее всего, да? Я больше даже чем уверен, что так оно и есть. Так, все-таки как бегать? Я уверен, что бегать здесь можно. Прыгает персонаж, да, может. А, вот, все, разобрался. Бег здесь настроен на геймпаде, как в Dark Souls. На ту же самую кнопку. Канюгейт относится точно к такой же степени или нет? Да, да, да. Ух ты, как классно-то! Ёла-пала. Действительно красиво. И главное, быстро, быстро катается. Ты подумай. Лесопилка. Давайте посмотрим с вами поплотнее на лесопилку. Что она из себя представляет. Очень интересно мне это. Ну, я не могу определить, насколько это старые деревья. Поэтому обойдемся без таких подробностей. По-моему, кто-то плохо очень дерево срубил. Некачественно. Просторы. Такие шикарные, большие локации. Блин. Так, мы нашли какой-то лагерь. Я предположу, что это лагерь лесорубов. Слушайте, прикольно. Это, я так понимаю, здесь часть земли обвалилась и обнажились корни. Да, вполне возможно. А вот и сами лесорубы или кто-нибудь такие тут есть. Лошадь. Лошадь. Ой. Чего ты так пугаешь-то? Хе-хе. Конюга. Мужики. Как-то... Особенно вот этот как-то меня пугает. Мужик в плаще. Привет, девяностые. Ты нам что-нибудь скажешь? Эй. Что? Как с ним разговаривать? Я... Я не понимаю, на какую кнопку с тобой говорить надо. Да не на какую. Я к нему подхожу, не реагирует вообще никак. Отвар вашего можно испробовать, сударь? А-а-а. 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 Что бы тут местные механики разобраться было бы вообще круто. Короче, какие-то эти лесорубы Неразговорчивые совершенно По стельке, да, можно их воспользоваться Но я как бы не хочу сейчас ложиться спать Давай, поднимайся Или он уже как бы поспал Это мы сейчас поймем Поймем после того, как сразу же Увидим, какое время суток Нет, нет Мы с вами здесь сейчас пока что не спали Ну и чего? Че не поднимаешься-то? Эй Слушайте, ты что, заподняшь, что ли, такая? Нет, все нормально Хорошо, а тут что тогда? Кстати, можно? А, нет, я думал, сейчас воспользоваться лестницей Потом понял, что нет Это не совсем то, что надо Мы срубали, конечно Они тут много деревьев Приличное количество Так, лошадка Подожди, давай-ка Такой-нибудь в эту сторону топай Я не знаю пока только одного А можно ли здесь, допустим Драться с любыми персонажами? Или здесь как-то все фиксировано А фиг его знает Мне кажется, или это разрушенная хата? Слушайте Класс вообще, ребята Погружение, конечно, в атмосферу Просто полное Ну серьезно Ну, ребята Прям хоть на скриншот Ой, какая красота Какая прелесть Какая же красота Какая атмосфера Чувствуете просто Я вот сейчас, допустим, играю И чувствую чуть ли Не каждый запах из этого леса Своеобразный такой запах зелени Сюда можно пролезть Да Блин Я в диком восторге Пока что на данный момент Это Я могу даже сказать Что это чуть ли не симулятор Средневековья Потому что здесь так отразили быт Как этого никто другой Не делал еще раньше Мне же просто интересно Здесь походить По лесам Посмотреть Что здесь есть Так, конюга Не застревай, пожалуйста Будь добра Это кролики, что ли? Да Кролики, слушайте Офигеть Я, конечно, понимаю Что я удивляюсь Таким простым мелочам, да? Ну, с другой стороны Сделано это здесь Настолько круто Что Дичайший восторг Так, если Это то, о чем я подумал Я опять буду сейчас Визжать От восторга Нет, это не совсем то Я подумал, что это Такая, знаете Поляна, когда Деревья Срубленные Буковка Г Кладут И потом сидят на них Разводят костер Бухают там, короче Я вообще думал Блин Какая же это Прелесть Какая же это красота Но нет Это не совсем то Здесь еще люди Такого не вытворяют Пока в средние века Еще до такого Не дошли Конечно, понимаю Что много-много Воды сейчас Лью, да? Но Блин Ну, скажите Где вы такое видели? Вот Просто посмотрите Вот сейчас На этот кадр И скажите Где вы такое видели В играх? Я, например Такого в играх Еще не видел Настолько вот родного Настолько Близкого, что ли Такой реалистичный лес Опавшая листва Блин Я даже чуть ли не запахи Чувствую Вот этого места Я этой игрой Просто сейчас Я восторгаюсь Ею, да Почему у меня нет Сейчас русского языка? Блин Я был бы так Счастлив Этому Блин Я был бы так рад Знаете Для Для Созерцания Красоты Местной Не нужен Перевод Никакой Ну, конечно же Блин Эта решетка Она все обламывает Резко Резко Но На нее можно И не обращать Внимание На самом деле Вот Вообще Можно На нее Не обращать Никакого внимания Так Конюга Давай Чтобы тебя Никуда не заносило Опа Что это там Такое Это мы сейчас Вдоль ограды Идем И что-то здесь Есть Какой-то Хутор Что-ли Или что Это такое Давайте Мы тут Пока что Слезем С коня Кстати Нам бы Сохраниться Тут что-то Мы же Ни разу Не сохранялись Курица Тут все Такое Будет Реализован На должном Уровне Но пока Что Я никого Здесь Не вижу Ау NPC Есть Тут кто Здесь Наверное Да Нет Здесь Тоже Никого Нету Алхимия Не Так Пока что Не совсем Понял Как здесь Пользоваться Геймпадом В полной Мере Корни Такие Вообще Да Друзья В средние Века Именно Так И обустраивали Дома Меня Больше Удивляет Тот факт Что здесь Никого Нету Сейчас Что Куда-то Все Резко Подевались Это И хорошо Одновременно Потому что Никто Не мешает Изучать Местные Достопримечательности Но Одновременно Конечно И Стремновато Как-то Пугало Ага Конечно Ткань На этом Пугале Уже Давно Сгнила Пора бы Ее уже Менять Найти И замену И тоже Опять-таки Деревяшечки Все Кто Ездит На даче В деревня В основном Конечно В деревня Потому что Дача Они сейчас Более Обустроенные А в деревнях В некоторых До сих пор Лежат На тропинках Которые ведут К избушке Или куда-нибудь Еще такие Дощечки Чтобы Когда Прошел Ливень И земля Превращается В кашу Можно было По этим Дощечкам Проходить Эвербринг Это что такое? Тоже Обратно Убирает Кстати Очень крутая Анимация Растование Оружия Тут Крут был Да? Опа Это яблоки Что ли? Да А здесь Яблони Должна быть Почему Здесь Не вижу Никакой Яблони Куча Куча Помета Если я не ошибаюсь Да Давайте Углубимся В это место Поплотнее Так А Ну опять Таки Здесь Ограда Ну вот Как я уже Сказал Лес Здесь Проработан Просто На 10 Из 10 Я еще Нигде Ни в одной Игре Не видел Настолько Круто Проработанного Леса Вот Серьезно С такой Тщательностью И скрупулезностью По моему Никто Не подходил К моделированию Природы Я даже Себе Не представляю Каким Образом Это все Делали Разработчики Потому что Чувствуется Что Сделано Здесь Все Вручную Не Копипаст Как В большинстве Игр А именно Вот Все Делали Поэтапно Ручками Каждый Метр Здесь Буквально Засеивали Растительностью Живностью Конюгу Пока Звать не буду Потому что Тут такие места Очень Диковинные Очень Есть Чем Наслаждаться Есть Чем Похвалиться Никогда Бо Не подумал Что я Скажу Что Разработчикам Есть Чем Хвалиться Но Вот Как видите Теперь Я это могу С полной Ответственностью Сказать Потому что Хвалить Есть За что Действительно И вы Наверное Уже Устали От моих Восторгов Папоротник Да Это Папоротник Такого Реально Много Растет В лесу Чуть Только Углубиться Мне нужно На полянке На какой Нибудь В тени Хорошо Растет Очень Я уже Не понимаю Куда Иду Короче Такой Лес Дремучий Как Реально Как Реально В жизни Я Я уже Не понимаю Куда Персонаж Идет И пофигу Я просто Ловлю Кайф От игры Просто Просто Потому что Здесь Есть От чего Ловить Кайф Ох Природа Такая Природа Шикарная Вообще Великолепная Что ж Друзья Давайте мы На этом выпуск Завершим Надеюсь Он вам Понравился Так же Как и мне Ставьте Пальцы Вер Добавляйтесь Подписчики Всем спасибо За внимание И пока Пока